Приветствую вас, дорогие друзья! Я Анастасия Час, и это лайфхаки счастливых людей. Одна из важнейших целей жизни – найти счастье для себя и своих близких. Лайфхак номер 10. Примите даже то, что, кажется, принять нельзя. Мистер Гольберг, известный предприниматель и ужасный скряга, неожиданно умер. Его жена посчитала, что, несмотря на расходы, о его кончине следует сообщить в местной газете. По примеру покойного мужа она решила попытаться сэкономить на этом. Вдова пришла в редакцию газеты и попросила напечатать некролог. Но сделать его как можно более кратким и емким. Молодой клерк, принявший заказ, выразил ей глубокие соболезнования, однако заметил, что редакция не составляет некрологи. Напишите некролог сами, сказал он ей, и мы его напечатаем. Вдове мистера Гольберга эта идея понравилась, потому что она была намерена использовать минимальное количество слов. Тщательно обдумав и взвесив, женщина решила, что напишет некролог из двух слов. Гольберг умер. Она написала эти слова на кусочки бумаги и отнесла записку редакционному клерку. Молодой человек очень удивился, увидев такой краткий некролог, но сообразил, в чем дело. Он сообщил мисс Гольберг, что минимальный размер объявления составляет пять слов, и что поскольку ей все равно придется за них заплатить, не лучше ли было бы переписать объявление, чтобы использовать все слова? Миссис Гольберг не пришлось упрашивать. Она взяла листочек с объявлением, присела за столик и, хорошенько подумав, составила новое объявление. Она была очень довольна. Ее муж, подумалось ей, одобрил бы такой короткий и емкий текст. Ну что же, сказал почтовый клерк, беря новый листочек бумаги, диктуйте, я записываю. Экономная вдова улыбнулась и сказала, Гольберг умер, продаю его машину. Творческий человек черпает вдохновение из желания достичь результата. А не из желания победить других. Эйн Рент, писательница, философ. Первый шаг к изменениям – осознание того, что происходит. Второй шаг – приятие происходящего. Натан Эль Брэнден, психотерапевт. Первый шаг к преодолению последствий любой неудачи – принять то, что произошло. Уильям Джеймс. У каждого человека внутри сидит много разных людей. Мы представляем остальным прежде всего того, кто лучше подходит в определенной ситуации, чтобы нас приняли или чтобы достичь стоящих перед нами целей. Все самое интересное начинается, когда эта техника проваливается и наружу выступают другие уровни. Руперт Френд, актер и сценарист. В продолжении лайфхака, друзья, примите ситуацию как должное. Счастье – это великолепный дар судьбы, и мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности для его получения. Чтобы привнести в свою жизнь радость, нужно стараться избегать ситуаций, которые вгоняют вас в глубокую печаль. Потому что некоторые тяжелые обстоятельства, конечно же, неизбежны в нашей жизни. К примеру, смерть близких. В других мы не в состоянии ничего изменить. Если мы потеряли работу, ну, уволили нас, ну, я не знаю, можно пойти поплакать или еще что-то, но по большому счету мы не в состоянии ничего изменить. В некоторых случаях невозможно быстро исправить положение дел. Ну, вот, ну, никак. Как бы ты ни старался, но здесь быстро не получится. То есть на все тоже есть определенный срок времени. Как ребенок должен 9 месяцев, да, ну, либо 7, так и здесь есть. На все дается определенное время. И вот, когда не получается у нас либо исправить положение, либо когда вот тяжелые обстоятельства случилось, но неизбежные, да, либо мы что-то не можем изменить, мы, конечно, ощущаем себя несчастными. Причем чаще всего вот это получается под воздействием нескольких факторов одновременно. И пытаться в этих обстоятельствах поддерживать в себе ощущение счастья – задача, конечно, нереалистичная, да, по крайней мере, можно так сказать, нереальная. Вот как следует поступать в таких ситуациях, которые способны вот причинить душевную боль, которые способны так заставить переживать, что ты вот просто не в состоянии на что-то другое отвлечься. Ну, вот как сделать так, чтобы выйти из них с минимальными потерями и, соответственно, продолжать двигаться к своей цели. Я вам скажу здесь, друзья, что золотое правило гласит, что нужно принять такие ситуации, как данность. Ну, если мы ничего не можем изменить, мы ничего не можем быстро, то есть как данность. То есть то, что все происходит в назначенное время, в назначенный срок. То есть это должно было произойти, то есть это нужно принять как данность. Здесь хочу вспомнить, вспоминаю, это былинный король канут сидел на линии прибоя, чтобы показать, что он не может остановить прилив. Вот он стоит, и все, он не может, как бы он, что бы он ни делал, но он прилив не в его силах остановить. Так и вы, если не в состоянии изменить ход событий, значит, не должны даже пытаться это сделать. Нужно принять просто определенное положение дел. И принять вот это определенное положение, конечно же, задача непростая. Вам придется здесь признать свое поражение. Хотя, конечно же, инстинкт всегда призывает нас сопротивляться. Но зачем сопротивляться, зачем свои силы тратить, зачем свои нервы? Тогда, если не в наших силах, не в наших возможностях это изменить, значит, нужно признать. Принять ситуацию как должно. И если ничего поделать нельзя, признайте это как можно скорее. Примите как данность и дайте себе возможность погоревать по этому поводу. Ну дайте, я вот ранее говорила в предыдущих лайфхаках, что определите, когда вы можете там себе дать погоревать. Вот так и здесь. То есть, принять как данность и дайте себе возможность погоревать по этому поводу. Ничего, просто это должно быть недолго. Опять-таки, не углубляться, не впадать в это на очень долгое время. Погоревали там, ну в печали побыли немножко. Да, уйди старуха, я в печали. Вот ничего страшного. Потом вы сможете продолжить свой путь к цели, конечно же, и стать еще сильнее. Выйдите из этого и стать еще сильнее. Соответственно, друзья, принимая ситуацию как должное, конечно, вы делаете первый шаг к тому, чтобы перевернуть очередную страницу жизни, что является, конечно, самой успешной стратегией на пути к долгосрочному ощущению личного счастья. Не торопитесь, дайте себе время, необходимое для преодоления вот этого какого-то первоначального шока. Позвольте себе погоревать, но затем нужно найти в себе силы, чтобы разработать новый план действий и начать его выполнять, конечно же. Я очень рекомендую не пытаться исправить ситуацию и не наносить ответный удар, каким бы вот это соблазнительным, может быть, возможностям, выходом вам бы не казалось. Не делайте этого. Просто подумайте о том, как добиться успеха в будущем. Здесь хочу сказать, что значит перевернуть страницу. Многие думают, что это, ну всё, это стоит забыть и всё. Это не значит, это не есть забыть о чём-то. Если вы потеряли близкого человека или любимую работу, забыть об этом, конечно, вряд ли получится. Но ещё насчёт любимой работы, это вот можно всё-таки другую работу найти. А вот близкого человека, как говорится, не вернёшь уже. И забыть об этом вряд ли получится. Переворачивая страницу, мы просто вновь начинаем с того места, на котором были перед этой неудачей или перед провалом, или перед этой ситуацией, которая дала нам такой шок. То есть вы находитесь опять в той же точке. Вот был человек, нет этого человека. Всё, вы вернулись на точку, когда этого человека не было. Здесь сложно говорить об этом, но можете представить себе. Поэтому наша главная задача не потерять вот этих завоёванных позиций, те позиции, которые мы уже завоевали, мы уже с этим справились, и не потерять их. Не тратьте время на пустые переживания о происшедшем, потому что, о происшедшем, да, потому что если мы ничего не можем вернуть, мы ничего не можем изменить, то этого, этого не стоит, не стоит переживать об этом. Забыли или нет, важно превратить этот этап жизни в нечто позитивное. Всё-таки здесь мне вспоминается. Я, конечно, у нас был кот Татося, и вот он уже полтора года назад умер. Конечно, я никогда не думала, что это будет так больно, что это будет так... Ну, это ужасно. Я и сейчас вспоминаю мне вот это. Но зато потом думала, сколько он нам радостных моментов подарил, мы всё время о нём говорим. То есть у нас в воспоминаниях остаются эмоции, которые мы переживали при помощи вот этого существа, или человека, или близкого нам. То есть эмоции. А остаются приятные эмоции. Столько радости он доставил, столько игрался, когда там делал то одно, то другое. И всё это вот вспоминается. Поэтому важно превратить это в нечто позитивное, вынести из этого полезные уроки и не позволить вот этому отрицательному, негативному опыту повлиять на ощущение счастья. Я тогда, правда, честно признаюсь, я позволила повлиять, потому что ещё не знала о таком лайфхаке. И не позволить повлиять на ощущение счастья ни сегодня, как говорится, ни в будущем. Вот это очень-очень важно. Ну а что значит не позволять отрицательному повлиять на наши ощущения счастья? Это значит, что нужно продолжать быть счастливым, несмотря ни на что, несмотря на неудачи. Здесь хочу привести известную поговорку, если тебе их не победить, подружись с ними. Вот американский комик Джордж Карлин, может вы слышали про него, вот переделал вот эту известную поговорку следующим образом. Если тебе их не победить, пусть их победят другие. И, смотрите, друзья, потому что несмотря на возникающие сложности, нельзя сдаваться перед лицом проблем. Ну нельзя, нельзя, потому что многих, если слабая сила воли, если слабая, всё, их это может убить, их это может привести до ещё более страшных проблем, проблем со здоровьем, вплоть до летального исхода. Поэтому нельзя сдаваться перед лицом проблем. Надо научиться принимать их как должное и стремиться стать, конечно же, счастливее, чем до неудачи. Легко сказать, скажете вы, да и я так говорила в своё время. Да, друзья, задача непроста. Но я вам скажу, что она вполне реальна, очень даже реальна. И чтобы преодолеть последствия неудачи, достичь большего личного счастья, конечно же, придётся старательно потрудиться над собственным позитивным настроем, друзья. Надо тщательно спланировать постановку значимых для вас целей, потому что только так вы вернётесь на свой, на свой путь, свой путь, который, как говорится, предназначен вам свыше, предназначен вам с вашим приходом на землю в вашем физическом теле. Поэтому очень-очень важно быть счастливым, несмотря на неудачи и проблемы. Ну что ж, давайте подведём итоги и посмотрим, что нам нужно делать. Значит, очень важно, друзья, повторюсь, принять факт неудачи или провала, начать работать над восстановлением утраченных позиций и, конечно же, двигаться к новым высотам, это однозначно. Это потребует, конечно же, немало усилий, времени. Но каким бы долгим, каким бы трудным ни был бы этот процесс, он очень, он совершенно необходим, потому что в моменты краха потребность в удовольствии, ощущении счастья становится в разы больше, гораздо больше. Вот потребность возрастает очень значительно. И с самого начала нужно иметь чёткое представление о том, чего желаете достичь в жизни. Важно убедиться, что ваш план реалистичен, и вам хватит сил и времени для его выполнения. Не смотрите, что там советуют, о, вот ставьте там нереальный. Это важно, потому что нереальный может привести к тому, что мы получаем сниженные ожидания. Не то, что мы ожидали, это многих тоже может повергнуть и в шок, и в горе, и так далее. И поэтому составьте предварительный план. Но не мучайте себя, если что-то там по плану не пошло. Меняйте график в соответствии с вашими потребностями. Просто не позволяйте себе отвлекаться от поставленных каких-то задач. Иначе достижений, конечно, может и не быть. Вы, да, можете менять по ходу пьесы, да, потому что вот если поехали по дороге, там стоит кирпич, но нельзя, значит нужно поехать, объехать там или ещё как-то. Так же и здесь. Просто помните, просто не позволяйте отвлекаться. Вот есть у вас задача, вам надо доехать до такого-то пункта, да. Вы чётко знаете, вы же по дороге не, а, всё, не поеду я туда, поеду в другое место. Но опять-таки нужно знать, насколько это для вас важно и ценно. И то, насколько счастливым вы будете чувствовать себя в итоге, в значительной степени, конечно же, зависит от стремления преодолеть неудачу либо какие-то препятствия и, естественно, выйти на новый уровень успеха. И хочу сказать, друзья, что даже в самые сложные времена вы можете создать нечто позитивное и использовать этот опыт только себе во благо. В самые сложные времена вы это можете сделать. Но я желаю вам только в этом успеха, желаю радости и счастья. Благодарю вас за внимание. С вами была Анастасия Час. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова